Одиночество может быть очень разным. Кто-то боится его, кто-то жаждет, а кто-то оказывается одиноким вынужденно, но в итоге учится принимать свой статус одинокого человека и постепенно с ним смиряется. Вот и Катерина, живя с мужем, очень боялась остаться одна. Муж ее был человеком обеспеченным и властным, и, как это нередко бывает, считал, что за деньги можно купить все и всех. Катя любила мужа, боялась его потерять, боялась жизни на свою скромную зарплату преподавательницы, но еще больше боялась одиночества. И поэтому, когда точка в ее отношениях с мужем была поставлена окончательно, поначалу долго страдала и привыкала к непривычному ощущению – тебя дома никто не ждет. Хотя никто и раньше там ее не ждал, постоянно ждать мужа дома приходилось ей самой. Оставшись в гордом одиночестве, в квартире, доставшейся ей после раздела их совместно нажитого имущества, Катя долго привыкала и к звенящей пустоте, и к пугающей вечерней тишине, когда у всех семейные ужины с обсуждением прошедшего дня, а у нее – ужин пополам с котом Марселем, по-простому – Марсиком. Квартира, рассчитанная на двоих, была для нее слишком велика. Девушка чувствовала себя в ней неуютно, как в не по размеру огромной кофте. Она мешала ей, подчеркивала, что здесь, в этих 80 квадратных метрах, должны жить как минимум двое. В идеале двое и маленький третий, который, увы, не кот. Катя ходила из комнаты в комнату, кот ходил за ней. В итоге девушка приняла тяжелое решение. Нужно продавать. Продать эту большую квартиру, купить поменьше, а на вырученные с продажи деньги сделать хороший ремонт и съездить в путешествие. Новая квартира словно бы нашла Катю сама. Объявление о продаже в тот же день, когда девушка все окончательно решила, появилось в лифте, нагло приклеенной на чистую стенку кабины. Риэлторы, будь они неладны. Все готовы завесить своими объявлениями. Катя аккуратно отклеила объявление от стенки, вернулась домой, набрала номер и уже вечером на просмотре она сразу поняла. Вот это моя квартира. Точно моя. Все бумажные проволочки взял на себя тот самый нерадивый риэлтор, оскверняющий своими объявлениями чужие лифты. Спустя несколько дней все было готово к продаже Катиной квартиры с обменом на новую, поменьше, да еще и с хорошей доплатой. Девушка чувствовала, как перемены накатываются на нее волнами. От этого становилось и хорошо, но и чуточку страшно. Въехав в новое жилье, Катя в первую очередь пустила вперед Марсика. Кот сначала настороженно, а потом и с интересом пошел изучать комнаты. Катя выдохнула. Марсель всегда угадывал недоброжелательно настроенных людей. Может быть и в отношении новых квартир у него такая же чуйка. Забот по обустройству быта было не просто много, а много с головой. Хотелось начать новую жизнь и подчеркнуть это абсолютно непохожим на ее прежнюю квартиру интерьером. Переклейка обоев, замена мебели и кое-какой сантехники. Подбор нового текстиля полностью поглотили Катерину. Она разбиралась сама в этих новых, ранее неведомых ей ремонтных сферах и чувствовала, что получает неимоверное удовольствие. И когда грузчики занесли в квартиру коробки с новым, разобранным по частям шкафом, который должен был занять свое место в прихожей, Катя отказалась от услуг сборки. Инструкция есть, голова на плечах и руки из нужного места тоже. Соберу сама. Решила девушка и приступила к сборке. Собрать между собой части выдвижных ящиков оказалось проще простого, как конструктор. Тем более для преподавателя математики в педагогическом колледже Катя, помимо основных занятий, вела для студентов интенсив по моделированию из конструктора лего. Поэтому понять, как собирать детали между собой, было для нее простейшим занятием. Но громоздкие детали шкафа – не кирпичики конструктора. Поднять их было тяжело, особенно хрупкой и худенькой девушке. И вот, приподняв в очередной раз и передвинув на нужное место деталь от двери шкафа, Катерина почувствовала резкий прострел в спине. Никогда раньше не испытывала она подобного и поэтому испугалась, замерев в полусогнутом виде. Так же согнувшись, дошла до дивана, легла и стала ждать, когда отпустит. Прошел час. И Катя поняла, само уже не пройдет. С трудом дотянувшись до телефона, девушка набрала номер скорой помощи. В трубке ей ответил приятный голос девушки-диспетчера. «Скорая помощь, что у вас случилось?» «Скоряна», — ответила ей Катя, — прострелила спину, уже час разогнуться не могу. «Я вас поняла, сообщите, пожалуйста, ваши данные, а также адрес и номер телефона». Катя продиктовала имя, фамилию, номер телефона и, по привычке, старый адрес квартиры, в которой она жила с мужем. «Ой, погодите, погодите!» — опомнилась девушка. «Пожалуйста, исправьте, я там больше не живу!» И продиктовала новый адрес. Через 20 минут в дверь позвонили. По-прежнему не разгибаясь, Катя тихонько поковыляла к двери. Повернув ручку замка и толкнув дверь, Катя едва не сшибла ей врача, который переминался с ноги на ногу на дверном коврике. «Немировая Екатерина», — уточнил доктор, глядя на Катю. Катя обомлела. «Ничего себе, какие сейчас доктора, по конкурсу красоты их, что ли, набирают?» Молодой мужчина в синем костюме с красным вышитым крестом на нагрудном карманчике был очень симпатичный. Лет ему было около 30. Высокий, статный, он прошел в квартиру. «Вот тут можете разуться», — сказала Катя, указывая на табуреточку в прихожей. Молодой врач остановился, осмотрел Катю с ног до головы и устала, но довольно строго ответил. «Должностной инструкции врачу скорой помощи запрещено разуваться. Мы с вами либо осматриваемся на лестничной площадке, либо я прохожу в обуви прямо в квартиру». Катя даже покраснела от неожиданности. Меньше всего она хотела оскорбить доктора своими словами. «Конечно, конечно. Вот сюда проходите». Суетливо пробормотала девушка и показала рукой в сторону своей спальни. Доктор попросил Катерину лечь на спину, поднимал ей ноги, потом повернул ее на бок и пропальпировал поясницу. «Тяжести, что ли, поднимали?» — удивленно спросил он Катю. Катя кивнула головой в сторону прихожей. «Да, шкаф собирала». «Шкаф?» — округлил глаза доктор. Многое повидал, но чтоб девочки 50-килограммовые сами шкафы собирали, такое вижу впервые. Кате понравилась его фраза про 50-килограммовую девочку. Она улыбнулась и немножко покраснела. Закончив осмотр, врач раскрыл оранжевый чемодан, который он принес с собой. Вынул из него шприц и ампулу и уточнил. «Аллергии на препараты когда-нибудь были?» «Да вроде не припомню», — ответила Катя, разворачиваясь на живот и чуть приспуская домашние шорты, освобождая место для инъекции. Доктор набрал лекарство в шприц, обработал верхнюю часть ягодицы ваткой со спиртом и сделал укол. Катя почти ничего не почувствовала. «Рука у вас легкая», — натягивая шорты обратно, сказала Катя. Доктор улыбнулся. В эту же секунду в кармане у него завибрировал телефон. Открыв кармашек, на котором был вышит красный крест, молодой человек извлек оттуда кнопочный телефон и ответил. Голос в трубке говорил довольно громко. Периодически, переходя на маты, он сообщил, что нужно вернуться на подстанцию сменить машину. Врач глубоко вздохнул и ответил в трубку. «Госпитализировать не будем все равно, езжай пока, а я здесь закончу. Машину сменишь, вернешься и меня заберешь». Достав из большого оранжевого чемодана какие-то бумаги, молодой человек начал их заполнять, положив прямо на свое колено. «Документы ваши можно?» — обратился он Катя. «Конечно, конечно!» — вновь суетливо ответила девушка. Она осторожно встала с кровати, боль отпустила. Спину наконец-то получилось разогнуть. Катя протянула документы. Кот, который все это время прятался в ванной, вдруг осмелел, вышел из своего убежища и подошел к врачу. Заинтересованно обнюхав сначала оранжевый чемодан, затем форменные штанины, он нагло забрался прямо на колени к доктору. Катя заохала. «Марсель! Наглец! А ну, брысь отсюда!» Кот даже не пошевелился. Молодой человек улыбнулся и погладил Марсика по рыжей пушистой голове. «Ничего, они любят меня. От меня валерьянкой пахнет». Кот блаженно сожмурил глаза и удобно улегся на коленях у доктора, а тот продолжил заполнять бумаги. Катя вспомнила про свежие эклеры, лежавшие у нее в холодильнике. В соседнем подъезде дома, в котором находилась теперь ее новая квартира, удобно располагалась кондитерская. «Опасная для моей фигуры соседство», – подумала Катя, когда впервые ее обнаружила. И да, девушка часто не могла пройти мимо и попробовала уже весь сладкий ассортимент кондитерской. Тем утром продавец, для которого она уже была своим покупателем, насоветовал ей эклеры. «Свежайшие возьмите попробовать, да вы побольше возьмите. Придете за добавкой, а их уже не будет. Очень быстро разбирают». Катя взяла сразу десять штук и, едя домой, ругала себя. «Куда я набрала столько?» И вот компания для поедания эклеров, кажется, наклевывалась. «А давайте по кофе», – весело предложила Катя доктору. «С эклерами. У меня аж десять штук, мне одной не съесть». Врач поднял глаза от бумаг и удивленно посмотрел на девушку. «Да мне вроде бы некогда. Но я же слышала. Машина ваша уехала. До подстанции от моего дома далеко. Не скоро приедет. Что вам, на лавочке возле подъезда сидеть и ждать его, что ли? Пойдемте, пойдемте». Кофе в турке поднялся пенкой во второй раз, и Катерина выключила огонь и сняла турку с плиты. Достав из шкафа две белые чашки, она разлила по ним горячий парящий напиток и поставила одну из них перед доктором, который дописал бумаги и уже пришел вслед за девушкой на кухню. Катя достала эклеры из холодильника, разложила их на тарелочки и поставила на стол. «Угощайтесь, спасите меня от сахарной комы», – весело сказала она. Доктор засмеялся. «Сахарная кома? Вот уж точно! Вот только у меня своя есть, знаете, сколько мне на вызовах шоколада в карманы суют?» Доктор отодвинул карман, в нем лежала шоколадка. Он достал ее и протянул Кате. «На случай, если вам не хватит всех этих эклеров». Девушка весело улыбнулась, взяла плитку и представилась. «Екатерина. Доктор засмеялся. Я в курсе. Немирова Екатерина, 1988 года рождения. С диагнозом люмболгия. Очень любит таскать на себе шкафы». Катя расхохоталась. Действительно, было глупо представляться человеку, который только что переписал к себе все данные из ее документов. «Ну, а вас как зовут?» – смеясь, продолжила разговор Катя. Доктор уже жевал эклер и, отхлебнув из чашки глоток кофе, представился. «Максим. Максим Юрьевич». Катя смотрела на него, широко распахнув глаза и также широко улыбаясь. «Очень приятно, Максим. Такой молодой, а уже Юрьевич», – ответила она доктору. «Профессия обязывает», – парировал он. «Молодые люди пили кофе, закусывали эклерами, кот ходил рядом и никак не мог перестать тереться о штанину доктора. «Что ж, моя кошка будет ревновать, если унюхает на мне запах марсика», – сказал он, гладя кота. Тот довольно выгибался под большой ладонью доктора, подставляя под нее места, необходимые для поглаживания. Катя усмехнулась и искоса, глянув на Максима, слегка язвительно сказала. «Главное, чтоб жена не ревновала, когда вы сытой домой придете». Максим усмехнулся. «Не будет ревновать. Никаких жен у меня нет». Максим уже допивал кофе, когда телефон в его кармане снова завибрировал. «Юрич, спускайся, карета подана», – кричал в трубке прокуренный голос водителя. «Что ж, спасибо за гостеприимство, Катя. К врачу на прием в поликлинику бы вам нужно лечение, чтоб назначил. Я, конечно, написал вам тут, что из таблета купить можно, хотя мы на скорой лечении не назначаем. Вы, наверное, в курсе. Но как только станет полегче, сразу на прием в поликлинику». «А мне уже нормально, ничего не болит», – весело ответила девушка и для убедительности повернулась вправо, затем влево. «Да вы поаккуратнее, это укол действует. Если снова станет больно, примите таблетку и в поликлинику на прием», – повторил Максим. Уже стоя в дверях, он обернулся. «Шкафы больше не таскайте на себе. Всего хорошего. До свидания». И прикрыл за собой дверь. Катя закрыла дверь на замок и проследовала на кухню. Там она убрала в посудомоечную машину чашки, оставшиеся эклеры накрыла крышкой и спрятала в холодильник. Марсель все вился и вился у ее ног. «Очень странно», – подумала девушка. «Как это кот?» – Максима не испугался. Чужих всегда сторонится, а тут не отходил ни на шаг. На валерьянку, кстати, он не очень реагирует, я проверяла. Остаток дня Катерина провела в постели. Как и предупреждал врач, через несколько часов спина вновь дала о себе знать. Пусть и не так сильно, как в первый раз, но все же довольно неприятно. И Катя, приняв таблетку, легла в постель и включила фильм. Уже на середине фильма девушка поняла, что не следит за сюжетом. И как это вдруг Леонардо Ди Каприо оказался на острове? Не помнит, не видела. Потому что думала о молодом враче. Интересный он такой. Молодой и одновременно строгий, думала Катерина. Судя по разговору, умный. Да и как не быть ему умным, все-таки врач? Девушка выключила фильм и попыталась уснуть. Образ молодого человека в синем костюме с красным крестом на нагрудном кармашке Никак не выходил у нее из головы. С этими мыслями она лишь под утро забылась сном. Проснувшись в залитой солнцем спальне, девушка поняла, что время уже совсем не раннее, а спина практически не болит. Она взяла телефон и посмотрела на экран. Одиннадцать часов. Утро она проспала, теперь главное не пролежать обед. Девушка встала и неторопливо прошла в ванную. Попутно, легонько отпихивая с дороги кота, который не знал более эффективного способа привлечь к себе внимание хозяйки, чем падать прямо перед ее ногами. Собрав волосы в хвост и умывшись, Катерина открыла баночку с кремом, опустила в нее кончики пальцев и легонько похлопала ими по лицу. Посмотрев на себя в зеркало, отметила, что с десертами пора завязывать. На лбу появились три предательских красных прыщика. Первые признаки того, что со сладким она явно перебарщивает. Выйдя из ванны, девушка поспешила на кухню. Там уже давно сидел кот возле своей пустой миски и мяукал, жалуясь на нерасторопную хозяйку. Катя открыла шкаф, подцепила двумя пальцами пакетик с кошачьим кормом, открыла его и выдавила содержимое в мисочку коту. Тот довольно заурчал и набросился на завтрак. С верхней полки шкафа девушка достала пакет с кофе и ручную кофемолку. Помол у электрической гораздо тоньше, но Катерине нравилось крутить ручку своей старой кофейной помощницы, смотреть, как зерна попадают в жернова и пропадают в недрах кофемолки, и в конце вытаскивать из нее коробочку размером со спичечный коробок. В коробочке этой небольшой горочкой выселся молотый кофе и издавал чудесный горьковатый аромат. Катя высыпала всю коробочку в турку, налила воду и поставила на огонь. Дождавшись, когда пенка поднимется два раза, сняла с огня и, прихватив из шкафа чашечку, налила в нее парящий черный напиток. В кухне сразу стала заметно живее от этого густого аромата. Заглянув в турку, Катя поняла, что почему-то сварила кофе на двоих. Пожав плечами, девушка достала из холодильника вчерашние эклеры и вместо завтрака откусила пирожное, забыв о данном себе зароке и о трех прыщиках, все еще сидевших у нее на лбу. Выпив кофе, Катерина принялась убирать со стола. Убирая чашку и ставя ее на кухонную столешницу, Катя заметила клочок бумажки, записку с названием препаратов, которую вчера оставил для нее симпатичный доктор. Вчерашние мысли, посетившие ее перед сном, уже затуманились. Знакомство с молодым человеком казалось чем-то не совсем настоящим, и Катя, вступившая в новый день со свежей головой и кристально чистыми мыслями, продолжила жить в свое прекрасное выходное воскресенье. «Завтра нужно будет снова идти на работу. Ну, а сегодня?» «Сегодня нужно отдыхать». Убрав постель, Катя вышла в прихожую. Детали несобранного шкафа были разложены по прихожей, приходилось перешагивать через них. Девушка вздохнула. Снова поднимать тяжелые детали она не решилась. Катя уже выключила плиту. Она пожарила котлеты, как в дверь. Кто-то позвонил. От неожиданности девушка чуть не уронила сковородку. Она решила не открывать дверь, гостей не ожидалось, да и все доставки были получены вчера. Но в дверь снова настойчиво позвонили. Катерина подошла к двери и открыла ее. На пороге стоял ее вчерашний новый знакомый, врач Максим Юрьевич. В одной руке он держал бумажный пакет из той самой соседней кондитерской, а в другой пластиковый чемоданчик, но не такой, как вчера, большой и оранжевый, а маленький и черный. И выглядел Максим тоже не как вчера. Одет парень был в черную куртку и джинсы. Катя на секунду застыла от удивления, не поняв, что именно удивило ее больше всего. Тот факт, что Максим снова пришел к ней, или то необычное чувство, которое мы испытывали в детстве, видя учителей вне школы. Казалось, что учитель, он и дома учитель, в той же строгой одежде, с теми же манерами разговора. Так и тут. В образ вчерашнего врача не вписывались эти джинсы и куртка. Казалось, что без синего форменного комбинезона с красным крестом на карманчике. Это был уже совсем другой человек. Катя, вы извините, что я так нагло и без приглашения, но я с тарталетками. Свежие, в кондитерской сказали, быстро разбирают. Я хотел взять десять, но было только пять штук. Катя вопросительно посмотрела на чемоданчик в руке Максима. А, да я, в общем-то, помочь пришел. Давайте я вам шкаф соберу, чтобы вы больше себе спину не надрывали. Сказал парень, будто бы извиняясь. Катя пригласила незваного гостя в дом, и пока он раздевался в прихожей, включила чайник и заварила чай. Максим, сняв куртку и кроссовки, открыл загадочный черный чемоданчик. В нем оказался шуруповерт. Осмотрев фронт работ, парень ловко собрал все выдвижные ящики, закрепил на нужных местах направляющие, повесил петли и закрепил на них дверцы шкафа. Когда Катерина вернулась из кухни с приглашением к столу, шкаф был почти собран. Девушка округлила глаза. «Хорошо вы его... полечили!» Максим рассмеялся и прошел вслед за Катей в кухню. Молодые люди пили чай с тарталетками и хохотали над хорошей маркетинговой уловкой продавца кондитерской. Два дня подряд заставлял их объедаться своими пирожными. А они и не были против. Разговор потек гораздо живее и непринужденнее, когда они перешли на «ты». Так, за чаем и разговорами пролетел час. Максим посмотрел на часы. «Что ж, моя миссия выполнена. За сим откланиваюсь, любезная Екатерина. Спасибо за чай». Катя улыбнулась и ответила. «Это тебе, Максим, спасибо за шкаф». Уже стоя в прихожей, Максим сказал. «Можно мне твой номер?» «Я позвоню тебе уточнить, не купила ли ты новый шкаф, чтобы я мог еще прийти. Если для того, чтобы ты пришел, нужно будет купить еще шкаф, я куплю», – улыбаясь и глядя парню в глаза, ответила девушка. Максим позвонил этим же вечером, и молодые люди проговорили весь вечер, периодически прерываясь, когда телефон сам отключался, показывая тем самым, что прошел очередной час разговора. Катя и Максим набирали друг другу вновь, а солнце за окном тем временем успело уйти в закат. Переждать ночь, и снова появилась на горизонте. «Кажется, всю ночь проговорили», – глядя в окно и зевая, сказала Катя. «А мне через час уже нужно вставать на работу». «Что ж», – ответил ей Максим, – «добрых снов в этот оставшийся час. Давай прощаться». Спать Катя, конечно же, этим утром не ложилась. Зевая девушка прошла на кухню, достала турку, кофе и кофемолку, и повторила знакомый ритуал. После того, как кофе был выпит, она расчесала волосы и собрала их в высокий пучок, подкрасила ресницы и губы и прошла в спальню. Там девушка открыла шкаф с одеждой и долго смотрела в него, придирчиво оглядывая содержимое. «Все не то», – думала девушка. «Нужно бы платье себе купить, романтичное». Сняв с плечиков белую блузку и классический костюм, девушка стала одеваться на работу. Спать, к удивлению, не хотелось, даже наоборот. Откуда-то взялась необычайная и необъяснимая легкость. Хотелось нарядиться покрасивее, накраситься поярче и достать туфли с самым высоким каблуком. Впервые за все время после развода Катерине захотелось наряжаться. Девушка застегивала перламутровые пуговички-блузки и напивала. Взяв с полки ключи от машины и бросив их в сумку, девушка выскочила из дома, быстро сбежала вниз по ступенькам, открыла машину, села в нее и выехала с парковки в сторону педагогического колледжа. Кате предстояло отвезти в этот день три пары у студентов. День предстоял тяжелый, особенно учитывая тот факт, что за всю ночь девушка ни минуты не спала. Общение со студентами складывалось легко. Катя объясняла темы и даже позволяла себе шутить со студентами, чего раньше никогда за собой не замечала. Выходя из аудитории, Катя услышала разговор двух своих студенток, что эта Немирова такая счастливая вдруг стала. Мужик у нее что ли появился наконец? Конец. Шутит, улыбается, аж сверкает вся, как медный таз. От услышанного Катерина хотела было возмутиться, но прошла мимо и подумала. Действительно Немирова, да ты влюбилась что ли? Максим очень много работал, поэтому большая часть общения молодых людей проходила в основном по телефону. Катя почти не выпускала телефон из своих рук, ожидая заветных звонков и сообщений. По вечерам выходные между частыми дежурствами Максима молодые люди встречались и не спеша гуляли по городу, ходили в кино и кафе, пили кофе с пирожным в кофейне у Катиного дома и много разговаривали. Максим иногда рассказывал Кате о своей жизни. Оказалось, что парень приехал в их город из поселка в области, там у него остались и до сих пор живут мама и папа. Поступив в медицинский университет в областном центре, парень целиком и полностью ушел в учебу, а на третьем курсе для нарабатывания медицинской практики уже устроился на подработку, на скорую помощь медбратам. Так молодой врач и решил в итоге пойти в ординатуру по той же специальности и вернуться обратно на скорую помощь, но уже в качестве квалифицированного доктора. Парень даже бывало заводил отношения с девушками, но они быстро рассыпались. Не каждая выдержит график такого занятого кавалера. Да и денег на красивые ухаживания у него не было. Своей небольшой врачебной зарплатой Максим умудрялся помогать родителям. Он не стал сильно углубляться в подробности, но вскользь несколько раз упомянул, что папа выпивает, а мама давным-давно на пенсии и имеет инвалидность. Поэтому денег родителям категорически не хватает. Катя тоже рассказала Максиму историю своей жизни. Рассказала о том, что мама растила ее одна, без отца. Папа бросил их и ушел к любовнице, когда узнал, что та беременна, и ждет сына. Маленькой Катеньке тогда было два года, поэтому девушка совсем не помнила отца. Но у нее сохранилась фотография, где он, молодой, держал Катю на руках. «Ты знаешь», — сказала как-то девушка Максиму, «Говорят, что женщины подсознательно выбирают себе мужчину, похожего на своего отца. Я ведь своего отца совсем не знаю, да и видела его только на фотографии. Но мне кажется, что внешне ты очень похож на него. Я когда-нибудь покажу тебе фото». Рассказала Катя также и о муже, с которым она познакомилась в университете. Они вместе учились на математическом факультете. Игорь был смелым, даже рисковым юношей. Еще будучи студентом, он знал, что работа учителя математики далеко не его потолок. Он уже тогда зарабатывал деньги, продавая однокурсникам привезенные с московского рынка якобы брендовые вещи. Игорь никого не обманывал. О том, что брендовые бирки на вещах – подделка, знали все. Но у предприимчивого парня был потрясающий талант выискивать такие экземпляры, где качество комар носа не подточит. А вечно голодные студентки, у которых ввиду молодости желание выглядеть с шиком, было больше желания есть, с удовольствием покупали у Игоря фирму и щеголяли в ней. Катерина, будучи девушкой, а потом и женой такого предприимчивого ухажера, ни в чем нуждаться не привыкла. Рестораны, походы в клубы, совместные путешествия, дорогие подарки. Игорь не жалел денег на красивые поступки. После университета, заручившись поддержкой еще двух таких же амбициозных студентов, Игорь открыл свой магазин, который разросся по итогу в целую сеть и принес Игорю и двум его друзьям доход, обеспечивший им хорошую, с налетом шикарности, жизнь. Катя, кстати, амбициями от Игоря не заразилась. После успешного окончания университета с красным дипломом, она пошла работать по специальности. Работа ей нравилась. Общение со студентами доставляло девушке неподдельное удовольствие. Студенческая молодость со всей ее горячностью, силой, жизнелюбием, с ощущением, что все по плечу и все впереди, заряжала девушку. Находясь рядом со своими студентами, Катя чувствовала, что жизнь, она вот, в умении находить ответы на вопросы, которые не учил, в умении за один последний вечер выполнить работу, которую предполагалось делать целый месяц, в умении раздобыть, разузнать, разведать, в общем, во всей этой горячей студенческой молодости черпала она силу. Коллеги за ее спиной, конечно же, шептались, сплетничали, обсуждали завидного обеспеченного мужа, желание Кати работать считали блажью. За каждой преподавательницей, любящей свою работу, стоит муж, который обеспечивает ей это хобби. Ехидны переговаривались они в преподавательской в отсутствии Кати. Муж тоже считал ее работу блажью. Много раз предлагал он Кате стать своей помощницей, сделать ее управляющей, но Катя отказывалась. Зато с огромной радостью согласилась на эту должность жена одного из его студенческих друзей-партнеров. Согласилась, и впоследствии она, яркая и сильная, ушла от своего мужа и сошлась с Катиным Игорем, который тоже ушел от Кати. Глядя на Максима, Катя понимала, скромный парень чувствует себя очень некомфортно, когда она рассказывает ему об успешном бывшем муже, достигшем таких больших высот. Поэтому мудрая девушка решила больше не поднимать тему обеспеченного Игоря. В конце концов, все, что должен был узнать о ней ее новый молодой человек, она уже давным-давно рассказала. Снова и снова ворошить ее прошлое не было никакого смысла. Нужно было продолжать жить сегодняшним днем, а не предаваться воспоминаниям. Кате безумно хотелось видеться с Максимом чаще, но напряженный график врача скорой помощи не позволял молодым людям проводить вместе больше двух-трех вечеров в неделю. Максима работал очень много, часто приходилось, вопреки правилам, заступать на смену одному, без напарника, так же, как он когда-то один приехал на вызов к Кате. Катя безмерно гордилась им и испытывала новое, ранее никогда ее не терзавшее чувство ревности. Девушка тревожно ждала сообщений, когда Максим был на работе. Переживала, если он долго не отвечал ей, но никогда не предъявляла ему претензий. Она знала, что работа у ее мужчины очень трудная и ответственная, и что не каждый раз между вызовами он может достать телефон и связаться с ней. Жил Максим скромно. В его съемной однушке было все только самое необходимое. Диван, небольшой шкаф для немногочисленной одежды. Наряжаться парню было некуда, а на его работе с одеждой все всегда было понятно. Синий медицинский костюм зимний и синий медицинский костюм летний. Шкаф для книг, полный медицинской литературы, справочников по оказанию экстренной помощи и художественной литературы. А вот телевизора в квартире Максима не было. Смотреть его обитателю этой квартиры было абсолютно некогда. Жила там еще толстая, пушистая, серая кошка Юлька, которую молодой доктор ласково называл Юлька-конюлька. Юльку Максим подобрал, выходя с одного из вызовов. Серая тощая кошка сидела на лестнице и молча смотрела на врача своими огромными глазами. Максим, помедлив, пошел по лестнице вниз. Кошка последовала за ним. Максим остановился, и кошка молча присела рядом. Она не мяукала, не просила ничего, просто во все глаза смотрела и шла за ним, как завороженная. Так, выйдя из подъезда и увидев, что кошка все так же идет за ним и вопросительно смотрит на него огромными зелеными глазищами, Максим вздохнул, поднял ее с земли и подругань водителя вез ее на руках всю дорогу до подстанции. Там, соорудив кошке уютную лежанку из коробки и своей форменной куртки, оставил ее дожидаться конца смены, а сам прыгнул в машину и поехал работать дальше. Вернувшись на подстанцию в конце смены, Максим нашел кошку там же, вжавшуюся в его куртку и тихо сопящую. С тех пор в его доме появилась сначала робкая, нерешительная облезлая, а впоследствии толстая и наглая, пушистая серая дама. Увидев Катю, Юлька уверенно подошла к ней, как к своей старой знакомой, понюхала девушку и подставила свой толстый бок для почесывания. Катя приятно удивилась чистоте в квартире Максима. Жилье холостого мужчины раньше всегда представлялось ей местом, заваленным ненужными вещами, коробками от пиццы и банками из-под пива, а уж точно не уютной квартиркой с кружевными занавесками на окнах и упитанной кошкой Юлькой в придачу. Максим поймал удивленный взгляд Кати, остановившейся на его милых занавесках. Занавески мама повесила, когда приезжала в последний раз. Смущенно оправдался он. «Нет-нет, что ты, красиво очень», – поспешила успокоить молодого человека Катя. «Да и вообще», – продолжала она, – «Уютно у тебя, хорошо так. Я бы даже тут осталась». И Катя осталась. На следующий день, позвонив на работу в колледж, она впервые в своей жизни соврала, что заболела и попросила отгул. За девушкой никогда не числилось прогулов, да и на больничных она практически не сидела. Поэтому ей с легкостью пошли навстречу и разрешили взять денек, чтобы отлежаться. Утром Катю разбудил запах яичницы. Выйдя на кухню, она застала Максима готовящим завтрак. «Кофе, к сожалению, закончился, но я могу налить молока в чай», – обернулся к ней Максим, улыбаясь. Катя сладко потянулась, зевнула и села на табуретку ждать завтрак. Девушка надела футболку Максима и в этой большой футболке казалась совсем малышкой. С тех пор Катя стала частой гостьей в этой уютной, с милыми кружевными занавесочками квартире. Встречаться у нее дома девушке все же было гораздо удобнее, но Максим, казалось, стеснялся жить у нее. Парень чувствовал себя неуютно, ночуя у своей женщины и старался под любым предлогом переносить их нечастые встречи из Катиной квартиры к себе домой. Катя старалась не обращать на это особого внимания, но спустя несколько недель их встреч спросила. «Тебе не нравится у меня дома?» Максим сильно смутился, сначала пытался отнекиваться и в итоге его буквально прорвало. «Не хочу я, Катя, жить на твоей территории. Эта квартира твоя, тебе ее муж купил». «Бывший муж», — поправила его Катерина. «И не купил мне ее никакой муж. А я уже говорила, я сама ее себе купила после развода. Да все я понимаю, понимаю. И что квартиру ты свою любишь, тоже понимаю. Но и ты меня, пожалуйста, пойми. Я ведь все-таки мужчина. Каково мне на твоей территории жить? Хорошее дело. Этакий Альфонс на хлебник». «Не могу я, Катенька. Мне стыдно так. Мой отец всю жизнь за счет мамы моей живет. Всю жизнь он на ее шеи едет. Даже сейчас, когда я ей деньги отправляю на лекарства и на еду, я точно знаю, что он у нее с них и на бутылку себе просит. Не хочу я жить, как он. Я заработаю на нашу с тобой квартиру». Максим говорил громко, с жаром, глядя не на Катю, а куда-то в сторону, будто объяснял это кому-то другому. А она лишь присутствовала рядом. На слове «нашу», имея в виду «квартиру», парень сделал особый акцент. Катя внимательно посмотрела на него и переспросила. «Нашу квартиру?» Максим повернулся к девушке. «А ты думала, так и будем до старости друг к другу в гости ходить?» «Конечно, на нашу. Я ведь жениться на тебе хочу, Катенька. И чтоб квартира у нас наша была. И чтоб ждала ты меня там с работы, ужины готовила, и чтоб дети, и чтоб все как полагается. Не так я хотел этот разговор начать, но раз уж зашел у нас с тобой такой откровенный разговор, ты скажи мне, ты выйдешь за меня замуж?» Катя оторопела. Предложение руки и сердца прозвучало для нее абсолютно неожиданно. Когда семь лет назад Игорь делал ей предложение, они были еще студентами, но уже тогда он сделал все эффектно. Был и огромный букет белых роз, и красивое дорогое кольцо с драгоценным камнем, и хлопали фейерверки в небе за спиной, когда Катя сказала Игорю заветное «да». Сейчас же предложение руки и сердца прозвучало тихо, даже испуганно. В маленькой скромной квартире без всяких там цветов, и даже кольца у Максима не было. Но какой же до безумства счастливой почувствовала себя Катерина после его слов. Катя бросилась к Максиму на шею, обвив ее руками, она быстро прошептала ему на ухо. «Выйду!» «Выйду, конечно!» Кошка Юлька, не понимая, какое важное событие сейчас происходило в пока еще их с Максимом квартире, спокойно хрустела сухим кормом возле своей мисочки в углу. На утро все было абсолютно как и прежде. Сонные Катя и Максим завтракали вдвоем и пили чай с молоком. Он стал их традиционным и любимым утренним напитком, пришедшим на смену кофе. Катя украдкой всего поглядывала на Максима и думала о вчерашнем неожиданном разговоре. Не пожалеет ли он потом, что так поспешно сказал ей эти важные слова? Что касалось Кати, то она уж точно не жалела о том, что дала свое согласие. Поймав один из выжидающих Катиных взглядов, Максим широко улыбнулся и сказал «Я не передумал, Кать. Я по-прежнему тебя люблю и хочу, чтобы ты стала моей женой. Не смотри на меня так, будто я в пьяном бреду наговорил тебе вчера что-то, а сегодня от своих слов открещиваюсь». После этого разговора Катя собрала из своей квартиры все необходимые вещи и окончательно переехала к Максиму. Вот только что делать с Марселем девушка никак не могла придумать, и некоторое время он жил и хозяйничал в Катиной квартире один. Девушка каждый день исправно приходила проведать его, кормила, гладила и долго играла, сидя на полу. В один из таких визитов Катя заговорила с котом, а тот, будто понимая хозяйку, сел напротив и стал внимательно слушать. «Понимаешь, Марсик, там живет Юлька. Вы же, кошки, обычно друг с другом не уживаетесь, деретесь. Да и куда нам там в одной маленькой комнате с двумя кошками? И так ведь ступить некуда». Катя немного помолчала, кот молча перелез к ней на колени и блаженно замурчал. Катя посмотрела на него, подумала еще с минуту и решила. «Была не была, попробую». Девушка достала с антресоли большую кошачью переноску, усадила туда сопротивляющегося и орущего Марсика, закрыла пластиковую дверцу и понесла кота в новый дом. Открыв переноску у порога, Катя позвала Марсика, и тот, озираясь по сторонам, неспешно вышел. И, на удивление Кати, пошел прямо в комнату. Там его встретила Юлька. Кошка ощетинилась и зашипела. Марсик же флегматично посмотрел на нее, обнюхал диван, залез на него так, будто это был его диван, и свернулся клубочком. Юлька, не дождавшись развития конфликта, еще какое-то время посидела возле и разочарованно ушла на кухню, виляя мохнатым хвостом проверять свои чашки. Катя вынула из дорожной сумки лоток Марсика, две его фарфоровые чашечки для корма и воды, расставила их в противоположных от Юлькиных вещей углах, чтобы не было лишних поводов для конфликта. Так они и стали жить вчетвером. Юлька пыталась устанавливать свои порядки, Марсик же снисходительно позволял толстобокой серой бестии прошипеться и молча делал свои дела. Кольцо Максим все равно купил и преподнес его с окончательным предложением. То предложение было предварительным, а сейчас окончательное. «Ты не передумала все-таки? Выйдешь за меня замуж!» Катя, смеясь, подставила безымянный палец. «Не передумала! Окончательно и бесповоротно! Я стану твоей женой!» Максим надел тоненькое кольцо на Катин палец. Обсуждая свадьбу, Катя старалась не загадывать сильно наперед и не придумывать ничего очень дорогого. Фотографом будет ее подруга Света, та как раз начала увлекаться фотографией. Торжество можно провести в небольшом скромном кафе. Гостей тоже можно много не звать, только самых близких. Размышляя над гостями, Катя вдруг спохватилась. «Я же с твоими родителями не знакома! И ты с моей мамой тоже!» «Нехорошо! Неужели на свадьбе все знакомиться будем?» Спросила девушка у своего теперь уже жениха. Максим помолчал немного и предложил. «Можно на майских праздниках познакомиться? Первомайские с твоей мамой, а она девятая поехать к моим!» Катя с радостью согласилась. Апрель близился к середине, и была возможность немного подготовиться к знакомству. Катя набрала номер мамы. Девушка нечасто созванивалась с ней, мама не любила болтовни по телефону. В основном разговоры их были по делу. «Как здоровье?» «Пока ничего. Сердечко пошаливает, но и лет мне уже сколько. Нужны ли деньги?» «Бог с тобой, дочь!» «Куда мне тратить?» «Чай, пенсию платят, живу неплохо». «Не скучно ли?» «Скучать не приходится, дома заняться есть чем». «Не хочет ли мама приехать в город в гости?» «Не хочу. Дома хорошо. Устаю я там у вас быстро в вашем городе». Антонина Алексеевна взяла трубку не сразу. Не слышала. Катя набрала еще раз, и спустя несколько гудков услышала звонкое «Аллоу». «Привет, мамочка, как дела?» Громко прокричала в трубку Катя. Антонина Алексеевна плохо слышала. «Да ничего, Катюша, живем, как твои дела?» Также громко в ответ прокричала мама. «Я с новостями к тебе, с хорошими. Жениха привезу знакомиться, пустишь?» Также громко продолжала Катя. «Жениха? Как же не пущу, пущу, пущу. Но как-то ты скоро, прям я не знаю». Заволновалась женщина. «Мы на Майске к тебе приедем», громко сказала Катя. «Жди». Антонина Алексеевна, обескураженная таким заявлением еще какое-то время, сидела после разговора с дочерью на стуле и смотрела в одну точку. С одним развестись не успела, уже за другого замуж собралась. Как у них нынче быстро все. Замуж как за хлебом ходят. Думала она, перебирая руками, подол фартука. Первого мая, собрав нехитрые подарки, конфеты, зефир и любимую колбасу Антонина Алексеевны, Катя с Максимом сели в машину и поехали в сторону пригородного поселка, где жила Катина мама. «Маловато гостинцев везем», взволновался Максим. «И эти будет заставлять взять обратно», ответила Катя, выруливая на трассу. Подъехав к маленькому зеленому домику, Катя два раза посигналила. Из дверей почти сразу выскочила бойкая старушка и побежала к калитке. «Кать, кошельная что ли? Всех соседей переполошишь?» кричала она на бегу, попутно вытирая руки о фартук. Антонина Алексеевна открыла ворота, Катя завела машину во двор. Выйдя из машины, Максим тихонько поздоровался. «Здравствуйте, Максим». «А?» – вопросительно сказала женщина и посмотрела на Катю. «Слышит плохо, надо громче чуть-чуть», – обратилась Катя к жениху. «Здравствуйте, меня зовут Максим», – прокричал он еще раз. «Ой, чего же вы так орете-то, Максим, чай не глухая?» Звонко засмеялась Катина мама и жестом проводила в дом. «Проходите, мол, не стойте». Зайдя в дом и вымыв руки, гости сели за стол. Антонина Алексеевна как-то странно посматривала на Максима, когда тот пил чай и ел пирог. Максим не знал, в чем причина, и то и дело вытирал рот и тер нос, думая, что запачкался пирогом. Наконец, Антонина Алексеевна поведала причину своего пристального внимания. «На отца-то Катькиного как похож, вылитый он в молодости. Надо ж, какие совпадения бывают». Молодые люди напились чаю, наелись пирогов, попутно рассказывая о своих планах. Хотят пожениться, скорее всего, зимой. Праздновать будут в городе, присутствовать на свадьбе строго обязательно. Антонина Алексеевна только охала. «Не скоро ли вы решили свадьбу-то играть? Пожили бы, присмотрелись друг другу повнимательней». «Да, присмотрелись уже, все нас устроило», – смеясь в ответ отвечала молодежь. «Ну, смотрите, дело ваше. Но как скоро-то у вас все нынче?» – соглашалась и снова причитала Антонина Алексеевна. Выходные в доме Катиной мамы прошли очень быстро. Будущий зять, или «новый зять», – как называла Максима Антонина Алексеевна, рассказывая о нем своим деревенским подружкам, успевал переделать все мужские дела, сокрушаясь, что не взял с собой ни одного инструмента. Пообщавшись с соседями, Максим попросил у них кое-какой необходимый инвентарь и подтянул петли на провисших дверцах мебельных шкафчиков, протянул проводку в уличный сарай, где, отродясь, освещения не было, починил пылесос, который Антонина Алексеевна собиралась уже выбрасывать, и расколол машину дров, привезенную, чтобы топить баню. Баня по вечерам была особенным удовольствием, после которого Максим и Катя долго сидели на кухне, раскрасневшиеся, распаренные, и пили чай с малиновым вареньем. По вечерам Антонина Алексеевна рассказывала истории из жизни, вспоминала смешные случаи из Катиного детства. Катя хотела показать Максиму фотографию отца, чтобы он убедился, что они и правда сильно похожи, но не нашла. На вопрос про фотографию Антонина Алексеевна ответила коротко. Давно уж выбросила, никакой киноактер, чтоб его фотокарточки с любовью хранить. Катя с досадой вздохнула. Придется Максиму просто поверить на слово. Соседки по дому, узнав, что у Антонины гостит врач, выстроились в очередь. Такого наплыва гостей, как в те выходные, не было в ее доме никогда. Максим никому не отказывал, всем, мерил давление, считал пульс, смотрел коробочки с таблетками, которые прихватывали с собой женщины. Объяснял, какие таблетки для чего. Что-то отменял, где-то менял дозировки, что-то назначал впервые. Соседки слушали его, открыв рот, а Антонина Алексеевна все ворчала. Налетели коршуницы. Им волю дай, они спать тут лягут. Я им скажу, Максим, что ты спать лег, что устал. А то они до ночи это паломничество не прекратят. Максим смеялся, но он и правда сильно уставал от физической работы по дому. Да и не очень-то хотелось ему в свой выходной опять кого-то лечить. Уезжая из дома Антонина Алексеевны, молодые люди везли с собой коробку с банками огурцов, коробку с банками варенья и целый мешок картошки. Они пытались отникиваться, но Антонина Алексеевна была непреклонна. Берите, берите, надо съедать, скоро новое нарастет. Куда я с этим всем? Компост что ли вываливать? А вы в городе все равно покупаете, деньги тратите. Берите. Катя вела машину, подпевая песням по радио. Интересная у тебя мама, своеобразная. По-доброму заметил Максим. Сильная она очень. Всю жизнь привыкла сама всего добиваться. И от помощи всегда отказывалась. Нас как отец бросил, так она больше ни с кем не сошлась. Никто ее упрямый характер не стал бы терпеть. Она, если чем, обидела тебя, ты не обращай внимания. Всю жизнь моя мама что думает, то и говорит. Никогда не умела хитрить и перед людьми заискивать. Максим улыбнулся, думая о том, как же все-таки не похожи были их мамы. Страна отработала два дня и снова погрузилась в длительные четырехдневные выходные. Собираясь к будущей свекрови, Катя несколько раз спросила у Максима. «А что твоя мама любит?» «Да как-то ничего особенного. Птичий молоко вот любит, всегда я ей его привожу», ответил ей будущий муж. «А папа?» не унималась Катя. «А папа?» замялся Максим. «То, что любит папа, мы все равно покупать не будем, иначе пьяный дебош с его стороны будет нам обеспечен». Собрав сумку с гостинцами и загрузив ее в багажник, молодые люди вновь отправились к родителям, но уже к родителям Максима. На этот раз машина Кати ехала в противоположную от поселка ее мамы сторону. Молодые люди остановились в придорожном кафе перекусить и отдохнуть. Максим молча ел и смотрел в забрызганное грязными каплями окно куда-то поверх деревьев. Катерина заметила его отрешенный взгляд и решила не приставать с расспросами. Парень явно был чем-то обеспокоен, но Максим начал говорить сам. «Не знаю, как сказать. Твоя мама, она приличная женщина, да и вообще ты, наверное, особо не видела в жизни таких... таких людей, как мои родители. «Ты стесняешься их?» догадалась Катя. «Нет, что ты. Как можно своих родителей стесняться? Хотя ты, конечно, права. Стесняюсь. И мне за это стыдно». Катя взяла Максима за руку и, глядя ему в глаза, сказала «Не стесняйся и не переживай. Главное, что это твои родители. Какими бы людьми они ни были, мне интересно увидеть людей, которые родили и воспитали тебя». Максим был напряжен. Руками он нервно перебирал салфетку. «У нас дома, понимаешь, все не так, как дома у твоей мамы. Моя мама инвалид по зрению, она слепая на один глаз. Да и возраст уже такой. Делать по дому почти ничего не может. А отец, там отдельная история. Парень перевел дыхание. Было видно, что он подбирает максимально корректные и понятные для Кати слова, чтобы описать свою семью. Отец пьет всю жизнь. Да ладно бы просто пил, он ведь и дебоши устраивает. Поэтому дома у нас, мягко говоря, скромно. Смысла нет красоту наводить, когда через неделю отец в пьяном угаре все разнесет в щепки. Когда Катина машина свернула с трассы на дорогу к поселку, Максим набрал мамин номер. Татьяна Алексеевна, так звали его мать, попросила по дороге заехать в магазин. Время подходило к 12 часам в пекарне при магазине. Как раз испекли свежий хлеб. В поселковом магазине, в котором можно было купить все и продукты, и свежую выпечку, и даже одежду, резиновые сапоги, пахло свежеиспеченным хлебом. Толстая продавщица в синем фарточке широко улыбалась посетителям и ловко обслуживала их, снимая с полки нужные товары и щелкая деревянными счетами. «С вас 850. Нет, в долг не дам. Ты мне еще за прошлую бутылку не принес. Да-да, свежие сегодня испекли. Консерва наша, с нашего местного завода. Берите, берите обязательно. Вот попробуйте, и еще за ней придете». Успевала она всем отвечать. Увидев зашедших в магазин Максима с Катериной, всплеснула руками. «Максимка, никак к мамке с папкой приехал. Давно тебя не видела». Весело обратилась она к молодому человеку и, увидев Катю, добавила. «Сестра, что ли, твоя?» «Нет, тетя Саш, вы что, это невеста моя Катя?» Так же весело ответил ей Максим. Женщина недоверчиво посмотрела на него и сказала. «Ну надо же, как похоже». И тут же оживилась. «Это хорошо, когда муж с женой похожи. Значит, подходят они друг другу. Примета такая есть». Максим улыбнулся ей в ответ, купил две буханки и хлеба, и пара вышла из магазина. Стоя на крыльце магазина с еще горячей ароматной буханкой, Максим вдохнул запах свежего хлеба и откусил уголок хлебной корочки. «Как в детстве», – блаженно улыбнулся парень. «Иногда только полбуханки домой из магазина приносил, до того он вкусный. Мама ворчала всегда на меня, а я все равно каждый раз обкусывал». Подъезжая к дому родителей Максима, Катя тоже заметно напряглась. Чего можно ожидать? Девушка не представляла, но, глядя, как волнуется жених, тоже стала волноваться. Максим попросил остановить машину возле покосившегося, когда-то синего, а сейчас с облезлыми стенами домика. Забор вокруг домика слегка покосился, но стоял. Казалось, что в этом доме мужчины нет, а убогие ремонтные работы вокруг него выполнены слабыми женскими руками. Молодые люди достали пакет с гостинцами, прихватили купленный в магазине хлеб и зашли в калитку. Во дворе их начал облаивать облезлый серый тощий пес. «Громко! Тише! Не признал, что ли, свои?» Улыбаясь, прокричал псу Максим. Пес, услышав знакомый голос, прекратил лаять и завилял хвостом. Двери дома со скрипом открылись, и на крыльцо вышла Татьяна Алексеевна. Высокая, сухая женщина. На вид она была еще не старая, лет 60 максимум, но возраста ей придавала излишняя сгорбленность ее фигуры. «Здравствуй, мама!» Согласив молодых людей в дом, женщина пошла впереди. «Отца пока дома нет, но скоро вернется. Вы пока проходите», сказала она. Обстановка была очень скромной. Старая полированная мебель, давно не крашенные полы, старомодные обои в маленький желтый цветочек и толстый ламповый телевизор, который стоял на советской тумбочке. Но, несмотря на скромность обстановки, в квартире было довольно чисто. Было видно, что здесь готовились к приему гостей. Стол был застелен белой скатертью. Было понятно, что обычно такой скатертью тут не пользуются и достают ее по особенным случаям. Сегодня как раз был такой. Приехал любимый сын. Татьяна Алексеевна суетливо ходила по кухне. Женщина наливала чай в сервизные кружки. Сервизом тут, по всей видимости, тоже не пользовались в обычные дни. Доставали его по особым случаям. Катя присела на краешек стула и осматривалась по сторонам. Максим в это время разбирал сумки с гостинцами. Татьяна Алексеевна, заметив Катин взгляд, поспешила оправдаться. «Чем богаты, Катенька? Вы не смотрите, что у нас тут не очень красиво. Мы все ремонт планируем, вот времени никак не найдем». Катя улыбнулась. Ей было неловко, что мама Максима оправдывается перед ней за свой дом. «Нет, что вы, у вас очень мило», – попыталась успокоить будущую свекровь Катя. Татьяна Алексеевна разлила чай по чашкам, достала вазочку, высыпала в нее горсть конфет, поставила на стол тарелку, на ней выселась горка блинов. «Угощайтесь, мои дорогие, устали с дороги, проголодались», – радушно пригласила к столу хозяйка дома. Катя с Максимом пили чай. Татьяна Алексеевна выспрашивала у сына новости и все время поворачивалась к нему правым боком. Сначала Катя не понимала причину такого странного поведения. Но потом девушка вспомнила. Максим рассказывал, что она инвалид и видит только одним глазом. «А где папа?» – спросил Максим у мамы после того, как чай был выпит. Татьяна Алексеевна доставалась шкафа тазы, собираясь вымыть посуду, и ответила. «У соседа через два дома живет Бобыль Яшкович. Пошел дрова помогать разгружать, будто дома у него все сделано. Да и черта с ними. С дровами, лишь бы не надрались там. Я ведь ему все уши прожужжала, что ты приедешь, что невесту привезешь, что некрасиво это, знакомиться пьяным. Так ему ведь хоть кол на голове тиши, бутылку увидит и забудет про все». Татьяна Алексеевна налила в тазы воду, из скипевшего чайника поставила их на стол, достала дешевое средство для мытья посуды и тряпочку. Катя поднялась со стула и попробовала помочь, но Татьяна Алексеевна лишь отмахнулась. «Что ты, Катенька, сиди, отдыхай с дороги!» И обратилась к сыну. «Ты бы, Максимка, баньку затопил, что ли? От отца-то мы не дождемся, пока он натопит. Я дров принесла, воды натаскала. Тебе только печку затопить». Максим скрылся в другой комнате и, переодевшись, вернулся. «Парень облачился в старые спортивные штаны и рабочую куртку отца. Я быстро затоплю и вернусь». Обратился он к Кате. Кате было неловко смотреть, как Татьяна Алексеевна работает, и поэтому она все-таки встала к тазам и стала помогать ей ополаскивать посуду. Татьяна Алексеевна смущенно начала рассказывать. «Юра, Максимкин отец, в общем человек неплохой. Я за годы жизни с ним уже научилась себя вести, а тебе, может быть, непривычно будет». Голос у него громкий, разговаривает так, будто кричит. К бутылке прикладывается, буйный иногда, но гостей никогда не трогает. Женщина вздохнула и замолчала. Скрипнула входная дверь. В дом вошел мужчина. Он зашел в комнату спиной вперед, открывая плечом дверь. В руках он нес охапку дров. Кате сначала показалось, что это Максим, но кортка у мужчины была другая. Мужчина положил дрова возле печки и обернулся. Увидев Катю, он хмуро поздоровался. «Здрасте». Катя распахнула глаза. По ее телу от пяток до макушки будто бы разряд электрического тока прошел ужас. Напротив нее, в старой куртке и поношенной шапке, посидевшей с морщинами на лице, стоял ее отец. Такой же, как на той фотографии, где он держал ее на руках. Катя знала, что не ошиблась. Это точно был он. Ее папа, бросивший их с мамой двадцать с лишним лет назад. Катя не поверила глазам. «Это все сон. Мне это снится», – подумала девушка и больно ущипнула себя за ногу. Но ничего не поменялось. Напротив, по-прежнему стоял отец. «О, привет, пап. Все закончили у Яшковича. Помощь не нужна?» В комнату зашел Максим. «Да какая твоя помощь? Сиди уж», – язвительно ответил ему отец, попутно вытаскивая из горы блинов самый румяный. «Ты бы руки сначала помыл, а потом за блины хватался», – попыталась вразумить супруга Татьяна Алексеевна. «Молчать, женщина. Твой день – восьмое марта», – ответил отец и затолкал блин в рот. Катя не могла пошевелиться. Комната поплыла у нее в глазах. Пошатнувшись, девушка попыталась схватиться за стол, но не удержалась и рухнула на пол. Катя пришла в себя от брызг воды и похлопывания по щекам. Девушка открыла глаза. Над ей лицом склонился беспокойный Максим. «Не ушиблась? Что с тобой, Кать?» Взволнованным голосом спросила на девушке. «Уж не беременна ли ты случаем, невестка?» Сидя на табуретке, в углу спокойно спросил отец. Татьяна Алексеевна забежала в комнату, в руках у нее был пузырек с нашатырным спиртом. Катя приподнялась на руках, потерла ладонью ушибленное бедро. «Тут больно?» Взволнованно спросил Максим, пытаясь осмотреть ушибленное место. «Нет, ничего, все пройдет», – на автомате ответила девушка, не сводя глаз с отца. Максим помог ей встать и усадил ее на табуретку. Катя все так же испуганно смотрела на папу. В комнате стало пронзительно тихо. Первым нарушить тишину решился Максим. Он посмотрел на Катю, потом на отца и спросил, «Что происходит-то? Ты на папу так смотришь, будто знаешь его сто лет». «Не сто лет, конечно, но сколько-то знаю», – слабо отозвалась Катя. Татьяна Алексеевна от удивления округлила глаза. Отец подался вперед. «И где это мы с тобой могли встречаться, барышня?» «Татьяна, ты не думай, она же мне в дочери годится», – воскликнул отец, переводя взгляд с Катерины на жену. «Вот именно», – все так же слабо проговорила Катя. «Да объясните мне, что уже здесь происходит?» Не выдержав, закричал Максим. Катя положила руку ему на колено. «Тише, Максим. Как говоришь, отца твоего зовут?» – спросила Катя у жениха так, будто отца и вовсе в комнате не было. «Юрий Борисович», – ответил Максим. «А вы Антонину Немирову знаете, Юрий Борисович?» Повернувшись к отцу и уже довольно громко спросила у него Катя. Юрий и Татьяна Алексеевна сменили выражение своих лиц с удивленных на абсолютно недоумевающее. «Знаю, это моя…» – начал отец. «Это его бывшая жена», – закончила за супруга Татьяна Алексеевна. «Только вот при чем тут она? Они же уже давным-давно разошлись». «Не разошлись, Татьяна Алексеевна. Они не разошлись, а вы, будучи его любовницей», – Катя указала пальцем на Юрия, – «увели его у моей мамы». «Мамы?» – переспросила Татьяна. «Да, у моей мамы. Он мой отец», – обернувшись к Максиму, констатировала Катя. «Наш с тобой отец». Максим сидел на табуретке напротив Кати с шокированным видом. Казалось, он не до конца верил во все происходившее вокруг него. «Не может этого быть. Этого просто не может быть», – тихо повторял парень. Катя смотрела на отца. Она много раз, будучи ребенком, представляла его. Представляла, как они встретятся, как Катя расскажет ему, что она умеет рисовать и с шести лет читает. Сама она училась. Что она ездит на взрослом велосипеде и не падает. Что им с мамой сильно не хватает его. И что они его очень сильно ждали все эти годы. И вот он сидит напротив нее. В старой куртке, в поношенной шапке, в этой убогой квартире с женой, которую он ни во что не ставит. И единственное, что у него в жизни каким-то чудом получилось хорошо – это его сын. Его сын Максим, которого она, Катя, любила больше всех на свете и который на их большую беду оказался ей родным братом. Катя поднялась с табуретки, взяла свою сумку и молча вышла на улицу. Максим, не одеваясь, в свитере и без обуви выскочил вслед за ней. «Подожди, Катя, объясни мне, пожалуйста, я ведь и правда ничего не понял», – кричал он, догоняя девушку. Катя обернулась к нему. В ее глазах, полных слез, было столько боли и отчаяния, что Максим понял сразу. Девушка не шутила. «Что мне объяснить? Твой отец, который растил тебя, который жил с тобой тут, в этом доме все твое детство, это мой отец, который бросил меня в два года, бросил ради женщины, которая родила ему сына, тебя. Так понятно? Или ты еще хочешь каких-то объяснений? С яростью выпалила Катя, освободила свою руку от его руки и побежала в машину. Сев в машину, девушка нажала на газ и отъехала от дома Максима. Максим, как был в свитере и носках, бросился за ней по мокрой дороге. На повороте он нагнал машину. Катя увидела в боковое зеркало и остановилась. Максим сел в машину и с силой хлопнул дверью. «Ты что думаешь? Я специально тебя нашел. Почему ты на меня злишься? Я тебе плохого ничего не сделал. Давай поговорим в конце концов. Это единственный выход из ситуации. Поговорить!» А не бросив все и уехать. Кричал он Катя, едва сдерживая слезы. Катя зарыдала. Девушка кричала, била руками руль от бессилия. Наконец, когда сил плакать больше не было, она навалилась телом на руль и молча смотрела на Максима. «Что нам теперь делать?» Тихо спросила она у него. «Как нам с тобой быть? Будем как раньше», – горячо заговорил Максим. «Сделаем вид, что ничего не было. К родителям ездить больше не будем. Забудем этот день и все. Все. Не было. Считай, ничего не было. Не приезжала ты сюда и с родителями моими не знакомилась». «Нет, Максим», – ответила Катя. «Ты не понимаешь. Мы с тобой брат и сестра. Родные. Пусть и по отцу только, но мы родственники. Близкие, понимаешь? Родственники. Нам нельзя теперь быть вместе. Нам детей, в конце концов, рожать нельзя. Они же больные будут». Максим во все глаза смотрел на Катю. «А и не надо нам тогда детей», – помолчав, ответил парень. «Мы усыновим, удочерим. Сколько хочешь и кого хочешь». «Нет, Максим, никого мы не усыновим и не удочерим. Ты знаешь, а ведь мне так маму твою было жалко. Я смотрела на нее и думала, какая бедная женщина. А она ведь, получается, все заслужила. И такую жизнь, и такого вот...» Катя поморщилась от накатывающих вновь слез. «И такого вот мужа. Единственное, чего она не заслужила – такого сына, как ты. Ну почему? Почему из всех мужчин мира я выбрала именно его сына? За что?» Катя вновь зарыдала. Максим молча гладил ее по голове своей рукой. Потом он также молча открыл дверь машины и, как был, в носках, тихо побрыл по дороге в сторону дома. Катя включила зажигание, нажала на газ и выехала на трассу в сторону дома. Приехав в квартиру Максима, Катя наспех побросала в сумку свои вещи, затолкала сопротивляющегося кота в переноску и выбежала из квартиры. Вернувшись в свою пустую и одинокую квартиру, девушка выпустила кота из переноски и упала на диван. Она плакала и кричала в подушку, а потом уснула. Как прошла ночь, девушка не запомнила. Наутро Катя проснулась от звонка Максима. Он стоял у нее под дверью и просил впустить его в дом. Катерина какое-то время думала, но в итоге встала и открыла дверь. Сидя на кухне, молодые люди долго и мучительно вели совсем не клеящийся разговор. Казалось, не было того понимания, которое еще пару дней назад царило в их однушке с двумя окошками и кружевными занавесками. Катя не хотела смотреть на Максима, ей было больно. Девушка злилась. Она злилась на судьбу, на себя, на отца, на Максима в конце концов. В итоге она не выдержала и попросила его уйти. Уходя, Максим обернулся к ней. «Позвони мне, пожалуйста, как почувствуешь, что мы сможем начать все сначала. Я буду ждать». Тревожный сон врача прервался голосом по рации. «Тридцать восьмая, примите вызов. Тридцать восьмая, спите, что ли?» Максим аж подскочил на месте. «Да, да, я записываю». «Девочка, один год, высокая температура. Все понял, диктуй адрес, едем». Машина скорой помощи остановилась у подъезда. Максим поднялся на шестой этаж и позвонил в дверь. Ему открыл молодой мужчина. Мужчина проводил доктора в комнату к дочке и начал объяснять. «Мы все разболелись. Жена вот в соседней комнате тоже лежит с температурой. Надеялись, что малышку пронесет, а нет. Вечером тоже температура поднялась». Максим снял с шеи фонендоскоп и послушал девочку. Девочка ежилась от холодного фонендоскопа и смотрела на доктора большими зелеными глазами. «Легкие чистые, только ОРВИ. А покажи дяде горлышко. Принесите ложку». Осматривая девочку, говорил доктор. «Катя, принеси ложку!» – крикнул мужчина. На кухне послышался шум, и вот в комнату вошла мать девочки. «Катя?» – тихо проговорил Максим. Катин муж, ничего не понимая, посмотрел на нее и спросил. «Вы что, знакомы?» «Игорь, это Максим, мой давний знакомый», – тихо ответила Катя. «В общем, я закончил. Вызовите утром врача из поликлиники, а пока дайте ребенку жаропонижающее и уложите спать», – сказал Максим, пытаясь держать себя в руках. Он убрал фонендоскоп в чемодан и пошел в сторону двери. «Я провожу», – обратилась Катя к мужу и вышла вслед за Максимом. «У тебя все хорошо, значит?» «Я очень рад за тебя», – с трудом улыбаясь, произнес Максим. «Да, все хорошо. Надеюсь, у тебя тоже», – спросила Катя. Она стояла напротив Максима такая, какой он видел ее в их последний день. Она также провожала его до двери, и она также закрыла ее за ним. Максим спускался с шестого этажа пешком. Слезы лились у него из глаз. Сев в машину, он, не поворачиваясь к водителю, молча взял рацию. «38-я свободна. Пока ничего нет, тогда мы на подстанцию, немного отдохнем». Машина скорой помощи тихо выехала из двора и поехала по ночным городским улицам.